Интересно, что местная власть оправдывает, прости господи, эти же дрова и цены на них в принципе, и определенные сложности с поставкой, получением местным населением, с санкционным давлением на Российскую Федерацию, якобы если бы не западные санкции, то все было прекрасно, и за 4,5 тысячи рублей вы бы не покупали кубометр дуба, например. Ну простите, это вообще просто, 4,5 тысячи за куб дуба, это ужас просто на самом деле, если просто посчитать ранешнюю цену, но тем не менее. Понимаю, мы сейчас не говорим об экономике, а в целом о взаимодействии такого вот дров непосредственно дубовых и санкции в отношении Российской Федерации, к примеру, от Соединенных Штатов Америки. Есть ли тут взаимосвязь, Ростислав, объясните нашим зрителям. Ну, вы понимаете, уровень образования всей страны невысок, и чиновников тоже, соответственно, чиновник, он такая же птица, как бы простая достаточно, и когда ему подбросили объяснение одно сразу на все времена, это же так удобно, да, что бы ни случилось, это виноват сразу НАТО и укронацисты, соответственно, я думаю, что недослушали просто про укронацистов, я уверен, что дальше это должно было тоже прозвучать. Соответственно, вот это простенькое объяснение, самое страшное, оно же работает, то есть, как бы, если действительно поговорить с глубинным российским народом, то нам объяснят, что действительно все невыряются тут вот оттуда, а не просто от того, что чиновнику было лень поднять свою пятую точку и просто нажать какие-то кнопочки, подергать какие-то веревочки, чтобы дрова к людям приехали. Вот и вся история. И я хочу обратить внимание также на географию, мы уже упоминали о том, что вот эти все проблемы с заготовкой дров с ценами на, опять же, на те же кубометры, это Биробиджан, Бурятия, ну, далековато от Москвы, может быть, вся проблема в том, что вот местные чиновники, просто пользуясь тем, что давно от центра принятия решений, что называются себе, позволяют лишнего, или это какая-то все-таки тут есть спланированная политика, давайте откровенно говорить. Да, откровенно говоря, вот история с географией такова, что действительно вы правы, абсолютно это хорошее замечание, что в Москве и в регионах очень по-разному люди относятся друг к другу, потому что, ну, действительно, в Москве уровень образования и уровень понимания людьми того, что происходит, он гораздо выше. То есть, если вы даже посмотрите на такую циничную статистику смертей в Российской Федерации, даже если брать подтвержденные только самой Российской Федерации, то на вот эти все местные штурмы-то москвичи не отправляют, москвичи в армию практически не пошли никто, потому что, ну, они же могут возмущаться начать, они же могут вот эти вопросы населения начать задавать. И, соответственно, там, где у людей есть вот это вот понимание базовых каких-то принципов взаимодействия обычного в нормальной цивилизованной стороне населения и власти, там, соответственно, к населению власти относятся с опаской. Знаете, так вот, мало ли что, что прилетит в обратную сторону. А вот там вот в этих вот замечательных округах и областях, о которых вы упомянули, там с населением можно делать все, что угодно. Там можно их выкашивать просто косой. Ну, и, соответственно, плюс при этом, как бы еще и все деньги, которые тут же им отдали за совершение преступления в соседней стороне, забрать у них в виде оплаты за дрова. Вот это вот, да, хорошее замечание. Важно, да, напомню нашим зрителям, вы экс-председатель общественной палаты Башкортостана. То есть, вы знаете, это напрямую, как происходит это взаимодействие, в принципе, региональных властей и центральных властей. Если я не ошибаюсь, общественная палата в том числе собирает мнение жителей местных, правильно, также, и как бы передает это в том числе непосредственно исполнителям. Ну, я так понимаю, не знаю, наверх, в центр, как это правильно можно говорить. Вот это взаимодействие, как оно выглядит? Если направляется определенный месседж в центр Москвы, я понимаю, что Россия это федерация, по идее, регионы, ну, не то чтобы отданы на самоуправление, но, возможно, по крайней мере, по Конституции, определенная независимость в рамках государства, по идее, должна быть. Но все равно в центр за крупными, серьезными вопросами регионы обращаются. Каким образом происходит вот это взаимодействие? На банальном примере тех же дров. Это проблема самих утопающих? Либо же этим в том числе могут, ну, скажем так, обеспокоиться в Москве, не хочу сказать, в Кремле? Ну, посмотрите, лет 20 назад, когда я начинал заниматься этой всей деятельностью в России, все было достаточно неплохо, и еще слышал центр региона, и был этот диалог, действительно, и возможно было достучаться до Москвы, что-то объяснить, что-то потребовать. Были договора федеративные, и были другие какие-то акты, которые позволяли регионам что-то говорить и позволяли самим что-то решать. На сегодняшний день Россия превратилась в абсолютно унитарное государство, в гиперцентрализованное, от любого чиха, любого московского чиновника, средней или даже мелкой руки, зависит абсолютно все в любом регионе, и любые регионы, даже богатые такие, как Башкортостан, пританцовывают перед любым москвичем, который приехал с какой-нибудь инспекцией, организовывают ему все возможные виды досуга и всех прочих удовольствий. И, соответственно, это все превратилось в какую-то, знаете, пародию на страну. То есть я был тем человеком, который достаточно долго пытался, находясь внутри действительно унитарных каких-то систем, как-то влиять на ситуацию. Некоторое время нам, таким людям, как я, пыталось, что это возможно. В конце концов, стало понятно, что невозможно. Ну аж когда началась война и когда отношение власти московской к регионам стало вот настолько, вы знаете, неприлично, наверное, употреблять грубые слова в эфире солидного канала. Но, таким же, отношение такого, как бы, надсмотрщиков психбольницы за дегенератом, вот это так начало выглядеть. То есть, как бы люди, у которых самих образование, три класса и два коридора, начали приезжать в регионы и вести себя настолько по-менторски, что это стало просто физическую тошноту вызывать. И самое страшное было то, что люди до сих пор играют в эту игру. Ну, я вот, например, встал, собрал чемоданчик и уехал. Но многие по-прежнему остаются там и по-прежнему пританцовывают вот на любую просьбу, в том числе отправьте-ка мне еще своих деточек, я их еще за обедом скушаю вместе с деточками из соседней страны. И, соответственно, это очень печальная история. Это история о том, собственно, ничего такого сильного, неожиданного с населением России не случилось за последние несколько десятилетий. Такое случалось очень во многих странах, ну, чаще, конечно, третьего мира. Я с трудом себе представляю, что вот это все можно было провернуть жителями Северной Европы, например, где, заканчивая тем, с чего мы с вами начинали, уровень образования и уровень требований населения от масты достаточно высок. Ну, соответственно, вот это все скатилось вот к тому, что мы с вами имеем. То есть они проглатывают все, даже вот все то, что происходит в последние полтора года. Ростислав, пару минут у нас остается, но я бы хотел еще в конце поговорить о вечном. Если на дрова для населения, прости господи, власть не тратит, то тратит на открытие музеев, выставок, памятников так называемым героям, так называемые СВО. Вот, к примеру, в Архангельском детсаду открыли музей памяти Великой Отечественной войны, как ее называют на территории России, второй мировой. 255 тысяч рублей власти местные выделили грант. Почему вот на такие потребности, банальные потребности, как обеспечение тепла, власти, ну, не всегда стараются выделять деньги, если выделяют в малом количестве. Но на вот эти музеи, памятники и прочие акции разномастные деньги тратятся, ну, вот просто разбрасываются буквально у нас полторы минутки. Ну, здесь очень просто все, понимаете, если бы эти деньги дать населению, то, соответственно, это никак бы не повлияло на устойчивость власти и на ее дальнейшее укоренение. А когда население находится в состоянии таком вот обедненном и ущемленном, но при этом вокруг происходит что-то такое, что он может сказать, что зато вот деды воевали, и зато мы, так сказать, так страшно, такой плохой Америке так здорово противостоим. И мы, так сказать, на переднем краю, а я вот, Ваня Петров, не простой, так сказать, комбайнер, а я та самая основа этой власти, я тот, кто готов за нее погибнуть. Ну, собственно, вот это как бы то, что власти полагают. Поэтому власть, еще раз говорю, она в России не блестящего ума, но вот до этой простенькой комбинации она, к сожалению, догадалась. Ну, или подсказал какой-то хитрый консультант, который все это съел, зарабатывает свои миллиончики и строит себе спокойную дачку где-нибудь в Италии. Так что где-нибудь вот примерно такое объяснение у меня всему происходящему.